всем привет вы на канале пока шеварим многие из вас знают как я люблю китайскую кухню и обожаю за яркость и сегодня будет одно из китайских блюд это баклажаны с другими овощами кисло сладко соус у меня небольшие баклажанчики первый вопрос который стоит передо мной очищать или не очищать мне кажется что можно баклажаны не очищать будь приятный цвет либо сделать вот так вот например смотри сделать как-то по чуть-чуть чтобы у нас и корка оставалась в то же время ее было поменьше на самом деле вот эти вот овощные ножи не очень хорошо чистят баклажаны вот так вот видите полу полу очистим баклажаны но мне кажется так лучше чтобы мы помнили что это баклажаны все-таки они какая-то картошка правильно делаем вот так пополам и довольно крупными кусочками можно треугольными можно прямоугольными какими хотите нарезаем баклажаны следующий вопрос который стоит передо мной стоит ли засаливать либо в воде подсоленной либо просто солью чтобы они отдали лишнюю влагу в принципе да в принципе это можно сделать потом просушить и дальше уже по рецепту но я пропущу этот момент потому что у нас они будут в крахмале а крахмал создаст корочку которая позволит и воде не выходить и в то же время масло не впитывать при обжарке закидываем баклажаны в удобную емкость добавляем картофельный крахмал и активненько перемешиваем баклажаны крахмал ты вот классный мне нравится его структура какая-то интересная не как мука вот так вот вообще друзья мои азиатская кухня она такая знаешь вот она быстрая в ней надо все подготовить заранее и потом быстро все это вот температурно обработать поэтому самое важное что можем сделать это все подготовить и болгарские перцы порезать и острый и лучок и все вместе все ингредиенты для этого блюда я нарезаю довольно крупно это касается не только баклажанов но и перцев и лука вы помните мои обзоры на китайские рестораны некоторые да там все нарезано всегда крупненько но типа типа вот такого размера совсем мельчить не хочу берем один острый перчик ну тут естественно все по желанию как вы хотите все зависит от вашего отношения к остроте я все-таки косточки вычищу они источник адского пламени поэтому не ну как это же конечно не банеры уж тем более не каролина риппер да это обычный чили ничего в нем особенного тоже делаем треугольнички лук я делаю вот так вот смотри раз и все не мельче тоже готов ни одно азиатское блюдо мне кажется не обходится без чеснока чеснок у нас будет и в соусе и в самом блюде и в общем все будет хорошо чесночное царство для самого блюда я возьму три зубчика чеснока мне кажется будет достаточно плюс я еще в соусе отбалансирую как мне надо просто измельчаю его мне нравится чтобы кусочки попадали все-таки чеснока теперь сделаем кисло-сладкий соус который чуть-чуть постоит и будет прекрасен кисло-сладкий соус для этого нужен кислота в виде рисового уксуса либо какой-нибудь бальзамического или даже винного например да естественно сахар это сладость ну и соленость соевый соус классическая никуда от этого не уйти замешиваем добавляем соевый соус я на самом деле все делаю на глаз но приблизительно так своего соуса а где-то 3 столовые ложки рисового уксуса но тоже три-четыре может быть даже чуть больше столовых ложек довольно много я добавляю сахар столовую ложку это точно я крахмал не хочу добавлять сразу в соус потому что я боюсь немножко не угадать поэтому я загущать буду отдельно для этого я развожу крахмал в воде и вот этой водичкой будем уже загущать готовое блюдо по мере необходимости как я и говорил чеснока в этом блюде должно быть много потому что баклажаны во первых баклажаны и чеснок они братья на век поэтому я чеснока еще на этот раз выдавливаю и в сам соус чтобы он успел пропитаться немного растительного масла для объединения и перемешиваем перемешиваем до растворения сахара чтоб сахар разошелся по этому соусу все пусть пока настаивается также сразу подготовим и зелень мне это кинза кинза обязательно в это блюдо должна идти ее должно быть ни много ни мало но должно хватать так сильно тоже не мельчу чтобы она такая пушистенькая была и зеленый лучок тоже причем вот мне нравится когда вот эти белые нижняя часть лука тоже добавляется такая хрустящая но вот как-то так хватит лука все довольно крупно порезано вы обратили внимание я лишний крахмал стряхну с помощью вот так вот ситечка зачем он нам нужен да и пойдем жарить жарить баклажаны я буду в общем-то во фритюре фактически поэтому я довольно много масла добавляю и ставлю нагревать закидываем в разогретое масло не торопясь чтобы масло не очень остывала лучше в два захода это сделать обжариваем до румяного цвета минут через пять баклажаны можно доставать они симпатично обжарились и допустим в дуршлаг масло впитывается просто по минимуму благодаря крахмалу поэтому все нормально я думаю что там даже особо ничего и не стечет с этих баклажанов и можно вторую порцию обжарить ведь и масло в общем сколько было столько и осталось хотите лайфхак от меня ребята работает вообще отлично как не обжечься маслом от фритюра прям вообще вот гарантированно сработает все просто будьте просто осторожны я слил лишнее масло оставил тут что есть до чтобы нового не добавлять с какими-то конечно артефактами но тем не менее теперь мы довольно быстро начинаем все обжаривать сначала идет чеснок буквально на 20 секунд чтобы он отдал вкус далее лучок я боюсь что чеснок сейчас начнет пригорать поэтому быстро добавляю все остальное болгарский перец лучок и пока то в общем то все моя задача немножко поджарить овощи чуть-чуть не надо прямо их до готовности просто чтобы остались они хрустящими минуты 3 пожарили возвращаем баклажан щеки все вместе теперь перемешиваем и конечно время соусов ну точнее соуса я добавляю то что мы подготовили очень ароматный запах все перемешиваем а вот они пошли азиатские ароматы соус жидкий вы это видите на этом этапе мы можем как раз загустить так как хотим но мне хочется еще немножко красного цвета добавить либо томатную пасту либо чуть-чуть кетчупа я использую кетчуп это вообще не обязательно и теперь вот этой нашей крахмальной жижи я немножко загущу все буквально вот по чуть-чуть я буду ну добавил 4 вот ложечки мне кажется что этого хватит для той консистенции которая нужна мне все фактически блюдо готово пойдем подавать а вот так вот сейчас соседи завидуют тут запахи такие ребята знали бы вы шикарно баклажаны по-китайски мы еще не доделали несколько свежих нюансов естественно кинза кинза в это блюдо отлично подходит и немного лучку свежего можно это было сделать конечно и внутрь так сказать сковородки но я сделал это сейчас и все это посыпать немножко при жареным куджутом бомба гадима устанавливал я уже точу потому что будет вот этот аромат кисло-сладкий ну скорее кисло нежели сладкий имеется ввиду аромат когда чувствуется он кашечка чеснок кинза пошла отдавать ароматы все это вместе я с вилкой вообще не аутентичные палочки закончились у меня палочек всегда завались было после обзоров больше нету нифига вот ребята но саша я я во первых уже это делал блюдо но в том или ином виде как бы готовилась и с курицей что-то похожее было но баклажаны это наверное особое какое-то место в азиатской кухне потому что они они клёвые неважно как они приготовили в остром соусе кисло-сладком оно как-то всегда хорошо ладно я уж попробовал что берет офигенно вкусно баклажанчики сочники остались такие влажные просто огонь и овощи вот когда ты не пережариваешь их когда ты не делаешь кашу это очень хорошо лук мягкий но при этом он где-то в серединке немного он еще как бы не до готовился он поэтому и мягкие хрустит то же самое баклажан конечно же это вариация на тему конечно же апологеты нам китайской кухни скажут что я не так сделал там имбирь не добавил еще что-то какие-то особые специи по факту по факту мне это вкусно и опять таки по факту это чуть-чуть не до китайская кухня у меня все равно сколько раз я готовил пытался там губа у жоу готовил еще какие-то китайские блюда они вкусные клевые получаются там но все равно вот чуть-чуть не хватает все таки китайцы когда готовят свои блюда они имеют ну это как с борщом понимаешь у каждой хозяйки свой рецепт также и у народа есть свои хозяева кухни понимаешь и соответственно приготовить также как ну мне надо брать наверное у них мастер-классы чтобы приготовить также но они не дают то что они по-русски говорят плохо но тем не менее тем не менее это блюдо на девяносто восемь процентов от того что я хотел вот реально на девяносто восемь то есть практически то что мне надо может быть чуть-чуть там чуть-чуть что-то можно добавить интересное огонь обожаю такие блюда повторяйте ставьте лайки подписывайтесь на канал всего вкусно димасик все как надо соусец прям бомба хватайся за вилку хотел сказать за палочки а палочек нет поэтому бери вилку и присоединяйся и и и